А перед началом этого видео я подрекомендую вам подписаться, чтобы не пропускать другие полезные и интересные видео. Поехали! С вами Дубга, и сегодня я расскажу вам об одном интересном событии. В игре есть классический путь, такой полуобузный, делать аншлюз, в принципе, вторым-третьим фокусом очень быстро. И его немножко подфиксили в бете. Здесь нужно просто 500 тысяч солдат, а вот в бете, а в бете, а я напомню вам, что в принципе это скоро будет уже и не бетой, а настоящим нашим, добавили сюда на полях сражения больше чем 0% от общего количества пехотного сражения. Это значит, что у нас, типа, должны быть запасы пехотки. Да, то есть, казалось бы, о нет, все, а затеяние работает. Так вот, нет, это буквально ничего не имеет, и сейчас я вам покажу почему и как. Мы, как обычно, будем идти в Варенскую область и заниматься нашими классическими немецкими делами в этой стратегии. Нам нужно 5 армейского опыта, поэтому мы потренируем наши дивизии, и вроде как да, мы должны успевать. Опыт идет достаточно быстро, нам нужно ровно 5, чтобы сделать дивизию с одним конем, в принципе, как и в оригинальной стратегии. Так, 5 есть, делаем коня. За данную дивизию буквально добавляем ей просто одного коня, потому что его можно делать как можно быстрее. Ну и нам нужно примерно 60 таких дивизий. Сейчас покажу почему и как. Очень важно, чтобы они все обучались, поэтому если у вас не будет хватать снаряжения, надо просто распустить часть дивизий. Допустим, можно распустить как раз-таки вот этих существующих коней и, к примеру, там существующие, не знаю, горнострелки, что-то, что вам не так сильно нужно. Ну, я бы сказал, еще чуть-чуть пехотки. Жалко, конечно, терять этот опыт, но, тем не менее, раз вы хотите пройти в эту страту, то, значит, это того стоит. Ну, смотрите, сколько вам надо распустить по вашим ментовкам, я распускаю так чисто на глазок. Нужно, чтобы они минимального обучения достигли, чтобы их развернуть. Это 20%. Скорее всего, за вот эти 10 дней они не успеют, поэтому надо взять, так и быть, уже один фокус, кроме шлюза. Или можно просто подождать чуть побольше и задеплоить их так, не делать, допустим, фокус здесь потратиться всего там десяток дней, и делаем наш прекрасный обуз. Нам нужно 500 тысяч людей на поле боя, да? Поэтому берем самую нашу дивизию с большим количеством близких ресурсов. У нас это мотострелковая дивизия, все остальное чуть поменьше. И запрещаем им просто получать снаряжение. Наши же дивизии конвертируем в этих мотострелков. Распроизводит пополнение потихонечку. Вот оно и есть, 500-60 тысяч. Как я и говорил, в теории можно взять вместо этого один фокус. Если вы прям очень хотите, то можно и скипать. И что такое? Нам доступен наш шлюз? Но у нас же минус 33 тысячи пехотного снаряжения. Нет, у нас на самом деле 16 тысяч в запасе, а именно это проверяет игра. Вот так это было по фикшенам. Так что, можно сказать, буквально ничего не изменилось в этом пути. Вы просто запрещаете пополняться этим дивизиям. Буквально никаких дополнительных ресурсов от вас не таит быть, а все как обычно. На этом все, с вами был ДубГ. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ребята, группа Дискорда и Твич в описании. До скорых встреч, пока.